Привет, друзья! Сегодня мы протестируем абразивы, которые предназначены для подготовки поверхности с последующим нанесением лака. Я заранее подготовил панель, покрасил ее черным цветом, залачил, и у нас она какое-то время отстоялась. Эту панель я сейчас буду шлифовать абразивами различных градаций, начиная от P2000, 1500, 1500 и 360. Подготовленную поверхность я закрою лаком, и мы посмотрим на прозрачность подготовленной поверхности. Итак, я приступаю шлифовать. Сначала я беру абразив P2000. Этот мы пока убираем. Сею вельвет, ставлю на машинку, шлифуем, немножко увлажняем, и приступаем к шлифованию. Бумажный скотч от влаги у нас немножко ушел. Вот такая поверхность у нас получилась. Итак, у нас один участок подготовлен. Я снимаю этот абразив и креплю в следующий, полторы тысячи. Также увлажняю и шлифуем дальше. Убираем влагу. Вытираем на сухое. Снова меняем абразив P1000. Также увлажняем и шлифуем дальше. Убираем лишнюю влагу. Меняем абразив. Следующий абразив у нас P500. Меняем абразив. Вытираем на сухо. Следующий абразив P360. Убираем лишнюю влагу. Все, шлифование закончено. Я поменял крайние полоски скотча, которые у нас немножко были подвержены влаге и, скажем так, деформировались. Все, у нас эта панель готова к окраске. Я ее убираю пока с рабочего стола. И здесь у меня вот еще одна подготовлена панель, которую мы также будем шлифовать абразивами, но немножко другого конструктивного исполнения. Это абразив на более жесткой основе, без поролона. Кюри финиш, P800, P1000, P500 и P2000. Сделаем то же самое. Шлифовать будем по-сухому, уже без углажнения водой. Итак, начинаем с P2000. Ставим на машинку, так, чтобы у нас совпадали отверстия. И приступаем к шлифованию. Меняем абразив, ставим полторы тысячи и приступаем к шлифованию. Меняем абразив. Берем P1000 градацию. Протираем. Последний абразив у нас P800. Все, у нас шлифование закончено. Остается обезжирить поверхность и нанести на нее лак. Наши детали готовы к нанесению лака. Подготовим поверхность, пройдя антистатической салфеткой. И потом на каждую нанесем лак. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАНСКОМ ЯЗЫКЕ Итак, мы обе детали просушили. Лак у нас встал полностью, прокалился при температуре 60 градусов в полчаса. И теперь мы оценили поверхность, посмотрели на усадку, просадку, риску. Значит, визуально все панели, обработанные данным абразивом на пленке, абразивом на поролоне, по цвету не отличаются. То есть, видимо, каких-то различий нет. По риске, мы когда оценили, посмотрели, то получилось, что на этой панели, обработанный абразивом на поролоне, значит, риск есть у нас на 360 градации лак просел, на 500 градации лак тоже просел, есть небольшая рисочка еле заметная. На тысячи, полторы и две риски нет, и риску я не увидел на абразивом, на панели, обработанный абразивом на пленке. Вот. Так что вот здесь, как бы, риск тоже нет. Эти панели мы оставим, не будем их трогать. Они у нас полежат еще, как минимум, две недели, а то и более. После этого мы оценим промежуточную полимеризацию, посмотрим, не появится ли у нас еще где-либо риска. Вот. Если появится, то, соответственно, мы вернемся к этой теме и еще снимем дополнительный ролик. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.